В Доме культуры села Коктубе состоялась выездная встреча Акима Павлодарской области Булкаира Скакова с жителями Майского района. Она продлилась два часа. Телеканал Ерты свел прямую трансляцию этой встречи. Накануне этой выездной встречи Майский район посетили руководители 13 областных управлений и департаментов. Жители подняли 63 проблемных вопроса, из которых 7 были решены на месте. Еще 16 должны решить до конца года. Оставшиеся требуют более тщательного рассмотрения, но без внимания не останутся. Жительница села Коктубе Ирина привлекается к общественным работам. По ее словам, Аким Села оставил без внимания вопрос по оснащению работников даже элементарными резиновыми перчатками. Глава региона подчеркнул, что так не должно быть и выразил недоумение, почему такие вопросы надо решать, дождавшись приезда Акима области. Ну если честно, мне за вас стыдно, за Акимов. Знаете почему? Потому что важные стратегические вопросы. Дороги мы говорим миллиарды, 5,5 миллиардов на развитие АУЛ, Ельбисыгэ, обеспечение питьевой водой, освещение, школы ремонтируем из областного бюджета. Но вы же можете средства для работы, элементарные вещи. Я не одна, есть люди, которые просто не все пришли. Поэтому вопрос, я еще раз говорю, это, я вам скажу откровенно, расходы на это предусмотрены в Акимате в районном, это их задача. Это не задача областного бюджета. Пенсионерку Людмилу Козлову тревожит цены с углем. Мы договорились, заключили меморандум с разрезом Кайнома. Они отпускают по 7,5 тысяч за тонну, но для населения майского района они на месте будут отпускать по 6,5 тысяч тенге. Более того, у нас по району имеется 7 перевозчиков, то есть индивидуальных предпринимателей, которые занимаются именно поставкой угля. С ними также был заключен договор, то есть максимальная цена по району будет 18 тысяч тенге. Свой способ решения кадрового дефицита в районе предложил Аклбек Химиргалинов. Сотрудникам силовой структуры работы на территории, прилегающих к бывшему ядерному полигону, идет год за полтора. А почему остальным рабочим такого нету? Мы же одним воздухом дышим. У нас, если это будет у нас ввести год за полтора, то у нас будет есть очередь стоять. Можно выбирать лучших специалистов на любые специальности, на врачей, на учителе и так далее. Будем прорабатывать и с правительством, и считать, какая это цена вопроса, что нужно для этого. Ну, что полностью ли решит эту проблему дефицита кадров. Но это не означает, на это могут уйти время. А людям нужно врачей, учителей, специалистов дефицитных. Нужно здесь сейчас все равно. Мы параллельно должны работать и в направлении изменений законодательства, а и в направлении поиска специалистов и усиления их социального пакета. Жители района также интересовали вопросы жилья для инвалидов, качества водопроводной воды. Затрагивались и другие проблемы, ни одна из которых не осталась без внимания. Мурат Белмажет и это Сакпарат.